Всем привет, друзья, с вами Никодим, и мы продолжаем строить молодую советскую республику в игре Worker and Resources Soviet Republic. Под предыдущей серией вы оставили множество комментариев, советов, и тут и построить железную дорогу, и сталелитейный завод, и новую теплоэлектростанцию, и много всего чего. Это все хорошо, друзья, но вы забыли самое главное. Мы играем на максимальном уровне сложности, и у нас нет на все это денег. Экономик. Прошло всего полтора года в игре, поэтому сегодня мы попробуем оптимизировать расходы. Экономика, так сказать, должна быть экономной. Ну что ж, давайте посмотрим, в первую очередь, на что у нас идут самые главные затраты. В первую очередь, на покупку стали. Идет основная часть, и на покупку механических деталей. Это все нужно для нашего строительства. Поэтому, я думаю, сделаем следующим образом. Мы будем покупать теперь сталь, а не заказывать ее вот здесь прямо непосредственно на самом складе. Это немножечко снизит наши затраты, но даже если мы будем по копеечке экономить, я думаю, что в конце концов мы с вами сэкономим огромное количество денег. Поэтому давайте, смотрите, вот как раз у нас здесь есть автомобили лишние, и у нас здесь нету больше места для покупки новых автомобилей. А для того, чтобы перевозить сталь, нам понадобится крытый или бортовой грузовик. Сейчас мы посмотрим, друзья. Итак, давайте вот эту машину. Я ее не буду продавать. Мы ее пока что переведем временно вот на эту вот автобазу. Все, она у нас должна сейчас оттуда отправиться, освободив тем самым драгоценную ячейку для покупки нового автомобиля, который мы сейчас и купим. Вот бортовой грузовик. Болеслав перевозит по 13 тонн стали. Кстати, едет он 62 километра. Наверное, лучше купить 70 километров, чтобы побыстрее у нас сталь привозилась. Тут всего на одну тонну меньше. Да, и стоит он, кстати, подешевле. Все, давайте купим вот этот вот Нессель. Теперь мы можем с вами закупать сталь. Ну что ж, теперь нам нужно будет назначить вот этот вот склад. Давайте сразу посмотрим, есть ли у нас свободные ячейки для назначения. Нельзя больше назначить зданий. Что ж, друзья, тогда нам нужно будет что-то выкинуть вот отсюда ненужное. Ну давайте тогда... Смотрите, после того, как мы купили бортовой грузовик, у нас вот здесь вот появилась сталь, алюминий, ну и вообще те материалы, которые мы можем перевозить только вот в этом вот автомобиле. И здесь у вас, если не появляются какие-нибудь то знаки, обязательно проверьте нужные автомобили, которые могут перевозить, например, там, алкоголь. Или, например, там, руду, к примеру. Ну что ж, давайте тогда, я думаю, что можно попытаться сейчас выкинуть какие-нибудь ненужные. Смотрите, все нам действительно здесь нужно. Давайте попробуем... Вот, бар, бар, бар. Давайте пока бары мы выкинем. Начнем вот с третьего бара, пока временно. Освободим одну ячейку. И, если что, будем барами экономить. Бары мы переведем на какую-нибудь другую служебную стоянку. Ну что ж, давайте добавляем вот это вот соединение. И теперь нам нужно все хорошенечко настроить. Итак, каменка открыла-тое хранилище. Нам сюда нужно будет не забирать, а отсюда нужно будет вот так вот выгружать, и выгружать именно сталь. Теперь смотрим, где мы ее будем покупать. Покупать мы ее будем за границей. Мы экономим примерно от 900 рублей до 1000 рублей на каждой закупке, на каждой тонне. Поэтому, давайте, вот так мы закупаем сталь. А урожай, друзья, кстати, у нас урожай уже есть целый огромный элеватор. Смотрите, тут почти 600 тонн. Поэтому, я думаю, нет смысла нам покупать урожай на таможне. Давайте мы ее отключаем. Мы будем сейчас назначать вот этот вот элеватор. Давайте попробуем сразу же его назначим. Правда, у нас, наверное, да, больше нет места. Поэтому нам придется сейчас еще один бар выкинуть. Выкинуть вот этот бар номер 2 мы тоже выкидываем и назначаем сюда дополнительно еще и элеватор. Готово. Что ж, давайте теперь все настраивать, друзья. Смотрите, на элеваторе нам нужно будет загружаться правильно урожаем. И этот урожай у нас должен развозиться по заводам в первую очередь. Особенно на пищевой завод для того, чтобы делать пищу. Но давайте теперь одновременно смотрим. Значит, мы закупаем сталь и отказываемся от урожая. Все верно. Мы теперь покупаем только алкоголь и электронику. Потому что у нас пока нет денег на закупки электронного завода. Хотя это было бы очень неплохо. Дальше погнали, друзья. Где у нас следующий? Вот, большая таможня. Здесь давайте тоже, на всякий случай, мы будем закупать сталь и отключим вот этот вот урожай. Все. Теперь все машины, которые у нас ездили за урожаем на большую таможню, на ту и на другую, они будут приезжать вот в этот вот элеватор и будут забирать отсюда урожай. Надеюсь, что нам его хватит. Ну, как минимум до следующего посевного сезона. Смотрите, здесь у нас 800 предельно, и здесь у нас еще 100. То есть, ну, в итоге получается, где-то округлим, давайте, в районе 1000. Посмотрим, сколько этой 1000 урожая нам хватит вот в месяцах. Мне кажется, это будет очень интересный эксперимент. Ну что ж, друзья, все. Вроде бы основные моменты мы с вами распределили. Машина, я думаю, сразу же должна у нас поехать, как только мы отпустим паузу. Она должна у нас назначиться на сталь и перевозить сталь на вот это вот открытое хранилище. Давайте, наверное, смотрим, куда она у нас поехала. Да, она поехала за сталью в Липецкую большую таможню и привезет сразу целый свой кузов. Отлично, друзья. Все. Со сталью пока забываем. Тут одновременно есть и плюсы, и минусы в этом методе. Дело в том, что плюс, конечно, то, что мы будем немножко экономить, а минус то, что мы не можем контролировать, и у нас постоянно сюда будет привозиться вот эта вот сталь. И в какой-то момент, если у нас будет отрицательный баланс, у нас может быть уйти в минус наша экономика. Но надеюсь, что такого не будет. Давайте сейчас опять на паузе посмотрим, на что мы тратим, в первую очередь, деньги еще дополнительно. Смотрите, урожай занимает огромнейшую статью расходов, ну и дальше все идет у нас на строительство, а также камень. Вот, давайте тогда сделаем следующим образом. Откажемся от камня при условии, если у нас здесь гравий почти полностью заполнен. Да, оказывается, что вот этот супер дешевый камень огромное количество денег потребляет из нашей республики. Все, мы отменяем эту загрузку. Камни у нас, смотрите, здесь, друзья, нету, но вот уже едет огромный грузовик. Он будет по 12 тонн сюда перевозить, и мы постепенно-постепенно будем заправлять, и вот гравий у нас будет добываться. Тем более, что, смотрите, гравий на всех заводах уже у нас под завязку. Следовательно, нам гравий понадобится только вот для этого асфальтового завода, чтобы его наполнить, для того, чтобы асфальт закупать. Так, с гравием мы тоже решили. Смотрим, друзья, дальше, что нам еще понадобится для экономии. Мясо. Мы пока с мясом не можем ничего сделать. С урожаем мы уже сделали, с камнем, с нефтью. Я знаю, где у нас закупается, для чего нефть. Нефть у нас закупается в аварийном режиме, вот сюда вот, на импорт химического завода. Кстати, урожай, друзья, давайте, наверное, сделаем следующим образом. Мы пока что оставим этот урожай, посмотрим, как у нас поедут машины, поедут ли они у нас. Вот смотрим, куда эта машина едет. Она у нас забирает ткани. У нас сейчас все машины должны переориентироваться с таможен на вот этот вот элеватор, который у нас постепенно-постепенно продолжает заполняться. А как у нас уборочная пора? У нас 24 сентября, ох ты, у нас огромнейшее просто тотальное количество урожая. Идет процесс уборки урожая, отлично. Причем везде у нас еще по 50 тонн, то есть остается примерно... И еще даже наши комбайны не дособирали. То есть, грубо говоря, еще, например, плюс 500. Нам не хватит вот этого хранилища. Но к этому моменту я надеюсь, что наши машинки, вот эти все с автобазы, они, скорее всего, должны будут переехать, забрать отсюда урожай и развести его по потребителям. Давайте на паузе посмотрим, какие у нас все-таки будут потребители. Итак, урожайные для выгрузки. Смотрим в первую очередь. Итак, на пищевом заводе, правильно, мы с вами выгружаем, полностью забиваем все урожаем и забираем оттуда еду. Это хорошо. Дальше погнали. На химическом, наверное, вот на ткацкой фабрике мы тоже теперь выгружаем урожай и забираем оттуда ткань, если там есть хотя бы половина. Тоже неплохо автозаправочные станции. Кстати, отсюда тоже нужно будет вытянуть вот на третью нашу автобазу, которая до сих пор не достроилась. Смотрим дальше. На химическом заводе тоже у нас будет привозиться урожай и отсюда будет увозиться химикаты. А химикаты, если я правильно помню, я настроил на вот этот вот склад для того, чтобы сюда выгружали у нас какую-то часть химикатов. Но давайте пока не будем это трогать. И последнее у нас на открытое хранилище мы привозим, вот сюда будем привозить сталь и загрузим его примерно на 30%, что обозначает, ну, примерно 10 тонн. Да, это как раз по целую машину, где 13 тонн как раз у нас получается. То есть машины будут привозить сюда сталь постоянно. Ну что ж, мне кажется, что... А здесь у нас забирается урожай. Мне кажется, что мы с вами все настроили правильно, поэтому отпускаем с паузы и надеемся на то, что деньги у нас сейчас должны прибавляться значительно, друзья. Давайте посмотрим, как дела у нас на нефтеперерабатывающем заводе. Топливо начинает прибавляться, битум прибавляется. И не так уж и много его у нас. Смотрите, машины его забирают и везут на наши две таможни. На первую и на вторую. Кстати, мы можем сэкономить время. Смотрите, они вот так вот объезжают огромные буквы П или огромные буквы Г. Поэтому давайте мы сейчас забесплатно построим уже... Можем уже строить крутые дороги. Асфальтовую дорогу вот в этом вот направлении, по самому короткому пути. Так, все. Отлично. И привяжем к какому-нибудь строительному комбинату. Вот у нас тут, кстати, рядом есть. Надеюсь, что они сейчас... Все машины... Да, есть бульдозеры. Сюда, наверное, еще надо экскаваторы. И грузовики, которые перевозят тут вроде бы кремний. О, гравий, да, нужен. И асфальт. Все правильно. Неназначенные строительные конторы. Ну, давайте тогда вручную назначим те, которые у нас тут поблизости. Три конторы. Есть все. Итого у нас нефтеперерабатывающие заводы теперь не будут объезжать. Они сразу поедут, смотрите, как тут быстро, на первую таможню. И, наверное, нет смысла ездить на вторую таможню. Они тогда просто будут перевозить все на Тобольскую таможню. Побыстрее начнут здесь все продавать. Что ж, друзья. Отлично. С этим мы тоже справились. Урожай у нас продолжает прирастать, продолжает собираться. Элеваторы у нас также забиваются. Нам сейчас самое главное проследить, правильно ли мы настроили вот этот вот урожай, который мы теперь... Вот, смотрите, машина едет. Она, наверное... Нет, она пока что везет электронику. И это бессмысленная поездка. Но, к сожалению, нам приходится с ней мириться, потому что автобаза по-другому не работает. Плюс автобаза, что все можно автоматизировать. Минус автобазы. Вот такие вот ситуации, когда они возят, ну, совсем глупые такие перевозки. Лучше, например, дождаться. Причем это не настраивается в автобазе до конца. Вернее, как? Оно настроится, но тогда вам придется полностью... Например, вот где у вас магазин с электроникой? Вот этот, кажется. Тогда вам придется полностью дождаться, когда вся электроника уйдет в ноль. И только после этого сюда привезут. Ладно, друзья. Давайте посмотрим. Урожай у нас пока что... Уже начал, похоже, привозиться. Здесь у нас тоже урожай. Вот, здесь у нас проблема с урожаем. Что ж, по поводу нефти я начал говорить. Смотрите, мы здесь закупаем нефть и закупаем гравий. При том, что есть у нас своя собственная нефть и свой собственный гравий. Давайте мы немножечко изменим условия. Мы уменьшим закупку нефти до одной тонны. Уменьшим закупку древесины. Нам этого вполне хватит. К тому же в скором времени, ну, как только у нас автомобили поедут на элеватор, мы сразу же уберем урожай. И будем урожай брать свой собственный. Не будем покупать ее за границей. Все, вот такое вот условие мы с вами устанавливаем. И теперь нам нужно будет посмотреть, как и что у нас прирастает. А самое главное, куда у нас тратятся социалистические деньги. Давайте посмотрим. Опять же, на паузе нам придется посмотреть. Лучше, конечно, смотреть с начала месяца. Будет более понятно. Смотрите, урожай у нас занимает, по сути, первое место. Потому что все это остальное стройка. Дальше. На втором месте у нас мясо. То есть нам нужно будет пищевую промышленность продолжать развивать. Камень у нас получается, что на третьем месте. И еда. А знаете, откуда у нас берется еда? Я вам сейчас покажу. Дело в том, что мне пришлось в прошлой серии вот так вот экстренно, по вашим советам, устанавливать домики. Прям посреди производства. Для того, чтобы, так как к нам приближается зима, чтобы у нас работало все окружное производство. Иначе у нас будут большущие проблемы. У нас, например, не сможет работать вот эта вот электростанция. Поэтому мне пришлось, извините, конечно, люди, которые здесь живут, в таких вот ужасных условиях, смотрите, рядом с ними, напротив, из окон они видят, как коптит огромные ТЭЦ. Ну что ж, придется на благо Социалистической Республики пожить немножко здесь, к сожалению. Смотрите, у нас 13 градусов. Скорее всего, уже температура в домах начинает... Да, температура в здании слишком низкая. Давайте поставим на паузу и включим нашу котельную, которую мы выключали на лето. У нас начинается зима, что-то слишком рано, 28 сентября. У нас уже начался холод. И нам сейчас нужно будет обогреть вот этих вот людей, иначе у нас будет проблема. Да, уже начинается. Дети в детском саду заболели. Видимо, за ними воспитатели не досмотрели. Но самое главное, что мы вовремя заметили, и температура... Все, температура начинает у нас потихоньку подниматься. В домах уже что-то в районе 21 градуса, что вполне достаточно для того, чтобы люди у нас больше не болели. Кстати, по поводу не болели люди. У нас здесь, скорее всего, а у нас общая температура поднялась. Хорошо, друзья. Но все равно, так как вы видели, что по ночам очень холодно, придется нам включать котельную. И, кстати, придется нам включать котельную и для вот этих вот домов. Давайте сразу же заранее посмотрим, сколько стоит такая котельная в рублях. 22 тысячи. У нас есть 23 тысячи. То есть мы можем быстро сейчас, до зимы, установить котельную и решить вот эти вот все проблемы. Смотрите, у нас очень долго строится углеобогатительная фабрика. У нас ужасно долго строится вот этот вот железнообогатительный комбинат. И я даже остановил несколько строительств. Например, стали литейного завода. Так, кстати, у нас ужасно долго строится ликер-водочный завод. Я предлагаю сделать вот что, друзья. Давайте сейчас в наших строительных конторах мы вот уменьшим. Смотрите, незаконченная дорога, незаконченный конвейер. Давайте мы конвейеры сейчас, конвейеры и трубопроводы убираем. И все вот это вот пока временно. Давайте, незаконченный конвейер отменяем. Железнообогатительная фабрика, незаконченное заводское соединение. Пусть будет, тут осталось совсем немного углеобогатительное. Вот еще один незаконченный конвейер, бокситовый рудник. Кстати, давайте бокситовые рудники мы тоже повыкидываем все, чтобы у нас побыстрее сделались наши основные здания внутри нашего города. Смотрите, раз, незаконченный конвейер. Два, три. И вот это у нас будет уже побыстрее. Тул, конвейерные башни. Тоже ее давайте отключаем. Оставляем только углеобогатительную фабрику. Незаконченную дорогу придется выкинуть. Только ликер и водочный завод. Ну, тут вот 98%. Давайте оставим. Незаконченную дорогу тоже мы выкидываем. Железо. Ага. Он у нас, видимо, дороги подсоединяет в автоматическом режиме. Смотрим. Заводские соединения. Вот, дороги. Придется нам тогда и дороги выкинуть, и пешеходные дорожки выкинуть. Только вот так вот тогда оставим. Иначе мы просто-напросто не сможем вот это все отключить рано или поздно. Давайте мы уменьшим количество. Так, тулы, бокситовый рудник нам тоже не нужен. Незаконченные дороги. Еще одна. Средняя автобаза пусть построит. А вот незаконченные дороги нам придется выкинуть. Все. Заводское соединение и рудники. Но он у нас еще и по зданиям решил. Давайте здание тогда тоже отключим. Вообще, в принципе, наверное, можно отключить все для того, чтобы отрегулировать, что нам нужно, что нам не нужно. Смотрите, как у нас хорошо получается. Бокситовый рудник выкидываем. Конвейерная башня 74%. Давайте оставим. Она у нас быстро, наверное, доделается. Здесь средняя автобаза делаем. Железообогатительная фабрика. Заводское соединение 90%. Все. Оставляем только вот такой вот набор. Пусть они пока тратят сталь и тратят все ресурсы только на вот эти производства. Здесь мы все с вами подключали. Пока временно, друзья. Наверное, это действовать будет... Ну, для таких автобаз, скорее всего, то же самое можно будет сделать. На открытом хранилище отсутствуют кирпичи. А вот это вот реально интересно. Мы только что с вами заходили. Кирпичей у нас было навалом. И вдруг, через секунду, кирпичи у нас все поистратили. А что у нас с досками? 28 тонн. Ну, и 28 тонн кирпичей мы тогда закупим. Все. На сталь. Интересно, поехала у нас машина? Поехала. На урожай. На урожай, видимо, у нас что-то не сработало. Давайте сейчас обратим внимание. Нам придется здесь сейчас посмотреть, приезжают ли сюда машины. Я даже думаю, что можно чуть-чуть ускорить время. Для того, чтобы понять. Да, у нас забивается весь элеватор. И вот сейчас машина еще одна приедет. И она забьет вот этот вот элеватор до конца. Почему-то большие грузовики не хотят... Может быть, вот этот у нас сейчас поедет? Да, смотрите, он на ткацкую фабрику привезет вот этот вот урожай. То есть, все-таки, и вот эта машинка, да, тоже поехала за урожаем. Все-таки у нас здесь идет разгрузка. Это, кстати, очень хорошо, потому что на полях у нас осталось, вон, по 100 тонн. То есть, у нас еще 500 тонн прибавится. С одной стороны, это, конечно, хорошо, а с другой стороны, мы пока что не знаем. Если пойдет снег, то вполне возможно, я бы так сделал, если бы был разработчиком, у нас должен был погибнуть бы урожай. Ну, не сразу, а, например, там, через 5 дней, например, должен был погибнуть урожай. Это было бы, наверное, справедливо в этой игре, чтобы вы успевали все добирать до начала зимы. Смотрите, деньги начинают прибавляться. Нам нужно продолжить делать нашу экономику экономной, поэтому давайте посмотрим следующие статьи расхода. Как раз у нас начинается новый месяц. Это прекрасно, это хорошее время для анализа. Итак, смотрим. Да, огромные закопки у нас мяса. Смотрите, урожай практически у нас ушел, но урожай все равно закупается. Интересно, а где у нас? Я знаю, где. У нас на заводах закупается урожай. Нам сейчас нужно будет понять, что наши автомобили этот урожай все-таки привозят. Тогда мы от него полностью откажемся. Кирпичи, которые мы только что закупили, электроника, топливо. Ну, топливо нам было нужно для нескольких заправок, которые я поставил там на отшибе. Самое главное – электроэнергия, еда и мясо. Вот с этим нам придется сегодня, друзья, разбираться. И еще нужно будет смотреть. Смотрите, 15 градусов. Котельная заработала в домах. В домах у нас все прекрасно. В больнице больных пациентов почти нет. И как у нас статистика нашего населения, здесь все в порядке. По здоровью они почти что догнали счастье. Это прекрасный результат. И у них 70, почти 3 года, 82% средней продуктивности. 12 тысяч, почти 13 тысяч населения у нас составляет нашего молодого государства. И я все-таки думаю, не могут работать из-за отсутствия детского сада. 16 градусов. Да, друзья, у нас, скорее всего, сейчас начнутся огромные проблемы с отоплением. Температура в здании слишком низкая. А здесь, кстати, почему у нас? Здесь тоже низкая. А вот здесь у нас не было такого сообщения. Но оно, кстати, только что появилось. Что ж, друзья, давайте с этим разбираться. Я, когда в прошлой серии устанавливал здесь вот дома, я говорил о том, что всех людей зимой, ближе к зиме, я переселю вот в наши населенные пункты. Вот, например, в наш основной город Каменка. Но, как вы видите, у нас дома полностью забиты. Это, кстати, может быть проблемой. У нас детям негде будет расселяться. Давайте сразу же посмотрим. Да, у нас начинается. 45 взрослых детей живут сейчас с родителями. Что говорит нам о том, что эти дети будут у нас только лишь прирастать. Поэтому нам сейчас нужно будет как можно быстрее построить свободный дом, куда у нас переселятся вот эти вот взрослые дети. Потому что они сейчас живут с родителями, они не могут размножаться и не могут давать нам увеличенное население. Что ж, я вижу, в принципе, только два места. Одно вот здесь. Вот второе, если мы линии передачи, вот здесь, вот где мы можем настроить еще дома. Но вот это здание, мне кажется, более предпочтительным. И у нас есть 46 тысяч. Нам эти 46 тысяч нужно потратить напополам. Первое. Нам нужно будет построить как можно быстрее жилое здание. Причем большое, 91, 96. Ну, давайте стандартный панельный многоквартирный дом. Мы его установим. Вот хорошо бы он у нас установился куда-то сюда. И пока что мы не будем его делать за рубли. Хотя. У нас вот еще один новый дом. Кстати, давайте посмотрим. У нас есть еще один новый. Температура в здании слишком низкая. Не может быть. Потому что наша котельная. Давайте посмотрим. Вдруг она у нас просто тупо не добивает. Ох ты, как смешно. Буквально пару метров до этого дома у нас не добивает наша котельная. Так, друзья. Это большущая проблема. В принципе, смотрите. Дом-то у нас есть, но сюда ни один нормальный житель ехать не собирается. Потому что, так сказать. А здесь сразу же этот дом мгновенно заселился. Потому что, так сказать, дураков у нас нету, чтобы ехать в ледяные стены. Тут есть три способа. Первый способ. Это, конечно, построить теплоэлектроцентраль, который там под 100, кажется, стоит. 63 стоит. Но это еще не все. К нему нужно будет делать всякие тепловые пункты, теплораспределительные насосы. И вот эти вот трубы, на одних только трубах, смотрите. Вы просто разоритесь. Вот такой маленький кусок уже стоит 5000 рублей. Поэтому мы исключаем. Это все в итоге под 100 примерно выльется. У нас с вами нету 100 тысяч рублей. Поэтому мы будем принимать... Есть другой способ. Так как у нас уже есть одна котельная, мы можем сейчас попытаться отсюда вывести трубу. Вот у нас соединение. Ну, в принципе, я думаю, это возможно. Вот так вот если поднять, через дорогу его перенести. Ну, тогда получится, что весь наш город, особенно центр, вот там, где у нас вот здесь вот красивая церковь, весь наш город будет вот этих вот тепловых трубах. Мне это тоже не нравится. И, кстати, по деньгам это выйдет... Ну, вот смотрите, мы здесь видим 5000 рублей, здесь где-то 15 тысяч рублей, здесь еще 10, 25. То есть около 30 тысяч рублей для того, чтобы... И плюс еще нужно будет покупать специальный вот такой вот пункт, или малый, а лучше, наверное, даже большой тепловой пункт, потому что здесь мы же будем застраивать город, он стоит в рублях 16 тысяч рублей. То есть получается, что мы потратим в районе 45 тысяч рублей. Следовательно, нам все эти варианты не подходят. Поэтому давайте обойдемся самым быстрым, во-первых, и самым простым вариантом, а именно мы построим еще одну котельную всего лишь за 23 тысячи. Да, это немножко нерационально, но зато это, во-первых, быстрый способ спасти всех наших людей, чтобы они у нас не болели. Смотрите, как у нас отлично получается. Я даже думаю, что мы сделаем вот как. Мы еще одну дополнительную дорогу сделаем вот здесь. Придется ее нам сейчас... Ну, давайте мы ее сделаем забесплатно. Вот такую грунтовку. После долгих раздумий я все-таки решил установить котельную вот сюда. Мы ее построим сейчас по-быстрому за рубли. Дорога у нас подключена. Осталось только лишь подключить пешеходные дорожки. Давайте вот так, самые пока что элементарные подключим. Потом, если что, мы перераспределим. Все, у нас деньги начинают резко уменьшаться. Зато сейчас у нас заработает вторая котельная, которая находится на значительном удалении от первой котельной, в которой работает... Да, уголь заканчивается, но там мы сделали страховку. Мы, кстати, там закупаем уголь. Здесь нам тоже пока временно придется вот так вот покупать уголь и дождаться, пока у нас сюда придут нет рабочих. Ну, я думаю, что из ближайших домов они спокойно... Ага, получается, что давайте посмотрим, где у нас... Да, есть у нас дома, откуда могут прийти рабочие. И я уже вижу, что да, рабочие пошли. Все. Тем самым мы всего лишь за 20 тысяч избавились от огромного количества труб, от огромного количества всяких вот переходных тепловых сетей, переходных пунктов. И у нас теперь в этом доме, я надеюсь, температура будет также в районе 21 градуса. Все прекрасно, зиму мы переживем, друзья. Кстати, когда я делал вот эту вот котельную, мне пришла точно такая же идея. А что, если нам сделать такую же котельную для того, чтобы согревать людей вот в этих вот домах, на наших отшибах, друзья? Потому что им, конечно, придется очень нелегко. Они у нас зиму, скорее всего, не переживут. Они у нас все заболеют, и у нас будут большущие проблемы. Смотрите, рождение 52, 36. У нас пока что все счастливы. Никто не сбегает с нашего государства, но я думаю, что это до первого снега. Пока не пойдет первый снег, у нас вот люди отсюда потом начнут сразу же сбегать. Поэтому давайте накопим сейчас опять же 23 тысячи и установим котельную. Может быть, даже получится. Давайте посмотрим. Установить котельную одновременно на раз, два, на все три дома. Нет, вот получается, что только по два дома у нас может устанавливаться котельная. Да, к сожалению. Тут, короче, надо решить. Либо здесь, либо боксит. Нам все важно. Боксит нам должен приносить деньги, а здесь нам приносит деньги электроэнергия. Ну, я думаю, тогда сделаем, наверное... Смотрите, у него есть выходы. Вот здесь, скорее всего, нам придется помучиться и теплотрассу прокидывать вот сюда вот наверх. Чем мы, наверное, друзья, сейчас и займемся. Смотрите, электроэнергия есть. Нам еще надо сделать так, чтобы люди могли... Вот из домов, там 300 метров, кажется, люди должны доходить. Поэтому давайте посмотрим, где у него выход. Выход в ту сторону. Автопостройку за рубли отключаем для того, чтобы здесь вот так вот аккуратненько выравниваться. Так, смотрим. Нам доступна новая техника. Какой-то поезд нам дали. Он нам сейчас пока не нужен. У нас нет денег на железную дорогу. Нужен свободный экскаватор в строительной конторе. И тратим 22 тысячи рублей. Да, нам сейчас придется это сделать, к сожалению, к моему огромному. Сразу же подводим дорогу, потому что пожары могут быть весьма и весьма коварными. Вот так, наверное, пока временно можно. Если что, эта дорога у нас бесплатная, а пожарные у нас спокойно смогут доехать до котельной. И как у нас дела вообще с углем? Что у нас с добычей? Добыча продолжает расти. Здесь у нас работает 29 человек. Отлично. В доме у нас 97 человек. Пока что полное заполнение. И у нас взрослые дети начинают все увеличиваться и увеличиваться. Но смотрите, что я думаю. Сейчас, наверное, сюда у нас должны приехать огромное количество всех вот этих... А давайте проведем эксперимент. Давайте возьмем посреди города дом. Итак, берем из этого дома и переселяем людей вот в этот дом. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так давайте переселим и смотрим. 135. Сейчас что должно произойти? Сейчас сюда резко должны заселяться, начать люди. А вот здесь у нас резко должна уменьшаться цифра. Запоминаем, 56. И здесь у нас люди заселились. Это вот как раз те самые взрослые дети. Давайте немножечко ускорим. Посмотрим, какой у нас будет эффект. 137. Да, начинает, смотрите, как значительно уменьшаться. А здесь начинает заселяться. То есть все вокруг дети, взрослые, переселяются в этот дом. И их количество начинает постепенно уменьшаться. Отлично, друзья. Ну что ж, денег у нас остается не так уж и много. Поэтому давайте сейчас следить, что у нас происходит. Так, как у нас здесь по закупкам угля. Уголь закупается, отопление есть. Дома у нас теплые и хорошие. Счастье людей безграничны. Им вообще ничего не нужно. Прекрасный дом у нас получился. Ну что ж, давайте тогда переселим еще вот и отсюда. Мы людей вот в этот вот дом. Раз, два, три. Все. Теперь у нас эти дома постепенно... А уже, смотрите, мгновенно стало 179. Я так думаю, что через несколько мгновений вот здесь тоже будет 179. Зато у нас здесь цифра сойдет на ноль. Что тоже хорошо. Но в итоге нам придется, как бы ни крути, нам придется здесь ставить дом. Давайте мы его сразу заложим. Мы его заложим, естественно, за бесплатно. Вот панельный многоквартирный дом. 179 человек. Автопостройку за рубли отключаем. Ну давайте пока его вот так вот меж вот этих вот электропроводов поставим. Нормально? Да, отопление есть, электроэнергия есть. Все вроде бы у нас здесь хорошо. Все. Будет он строиться сам собой. Какая-нибудь строительная контора. Нет строительных контор, такого быть не может. Чтобы не было строительных контор в радиусе поиска. А, я знаю почему. Потому что, смотрите, нам надо хотя бы одну дорогу за 500 рублей построить. Все. После этого строительная контора назначится у нас автоматически. Кстати, имейте в виду для того, чтобы в следующий раз долго не ждать. Как у нас ускоритель произошел? Давайте посмотрим. Углеобогатительная фабрика 60%. Ликероводочный завод не строится. Тут как было 98, так и есть. Удивительно. Тула конвейерная башня тоже не хочет делаться. Средняя автобаза тоже не делается. Смотрите, как можно посмотреть, чего у нас не хватает. Вот что нам нужно будет в первую очередь? Нам, например, в первую очередь нужно будет вот этот вот ликероводочный завод доделать. Как узнать, чего не хватает? Нажимаете вот на эту вот иконку, назначенные строительные конторы, и здесь будет написано, что для строительства нужно. Вот для строительства необходимый следующий ресурс. Смотрите, автобусы у нас есть, бортовые грузовики, башенные краны и автокраны не обязательно. Дальше работники. Работники тоже зелененькие, все есть. И здесь нужна сталь. У нас, скорее всего, проблема все та же. У нас проблема с тем, что мы очень редко привозим сталь. Я назначил сюда всего одну машину, которая у нас забирает с таможни и привозит на сталь литейный комбинат. Так что будем, друзья, ждать. И продолжаем ускорять наше время. Нам сейчас нужно будет как-то переломить баланс, чтобы он у нас пошел все-таки в плюс. И смотрите, друзья, у нас урожай здесь полностью заполнен. Так, на полях у нас по 100 тонн валяется. И сейчас, я боюсь, у нас в прошлый год у нас снег пошел, кажется, в предыдущей серии, что-то в районе середины ноября. Так что нам остается... Вот, смотрите, машина едет. Проверяем. Она у нас должна сейчас забрать отсюда урожай. И этот урожай у нас тогда вот эти машины перевезут и сюда наполнят. Ну да, потихонечку работает, но что-то очень-очень медленно у нас перевозят вот эти вот урожаи, что видно по составу заводов. Давайте пока на химическом заводе, что у нас здесь? Химиката однотонна, то есть не критично. Мы тогда сделаем что? На химическом заводе мы убираем урожай, оставляем нефть, гравий и древесину. Все. Так что химический завод теперь будет на том урожае, который у нас привезут. Вот машина, вы видели. Смотрите, сейчас машина должна будет загрузить. Мы пока что не будем рисковать нашим пищевым заводом. Химическим заводом можно спокойно пожертвовать. И даже, в принципе, можно пожертвовать. Смотрите, сюда тоже привозят. Давайте мы тоже убираем отсюда урожай. То есть, получается, ткацкая фабрика себя сама полностью будет обеспечивать. Все. И как раз привезли новую машину урожая на ткацкую фабрику. И новую машину привезли на химзавод. Сюда. Сюда у нас просто переназначается ткань, которая у нас спокойно продается во всех магазинах. Машина это все отводит. Пока что урожай на пищевом заводе я оставлю вот эту вот галочку на всякий случай. Мало ли что оно может случиться. И нам теперь нужно будет ждать, когда у нас будет привозиться огромное количество стали. Топлива и битума не так уж и много. И меня волнует, почему у нас не продается нормально боксит. Смотрите, 94. Боксит продолжает прибавляться. Ну, у нас боксит должен быть в хорошей экономической строке. Давайте на паузе сейчас посмотрим. На первом месте, да, мы продаем электричество. А на втором, действительно, мы продаем боксит. Так что с бокситом у нас наладились поставки. И мы его пока что сбагриваем вот на ближайшую липецкую таможню. А на третьем месте у нас получается битум и ткань. Нет. Одежда у нас хорошо продается. В принципе, у нас очень хорошие продажи. Смотрим, как насчет экономики. Здесь. Ага, закупили несколько раз сталь. Все понятно. Доски, механические детали, гравий. Но это все для строительства нужно. Вот. Урожай, да. С урожаем нужно будет бороться. С кирпичами это все закупки. Ну, урожай и мясо. Урожай, мясо и еда. Ладно, мы поняли. Сейчас мы попробуем вообще выкинуть урожай из наших закупок за границей. Нам пока что доступна новая техника. Товарищи из Дружественной Народной Демократической Республики наладили производство новых или трамвайчиков, или какого-то электровоза. Нет, мы пока не можем потратить. Я уже прикидывал, сколько нам понадобится для строительства железной дороги. Примерно в минимальном варианте, для того, чтобы, например, перевозить вот этих вот рабочих вот сюда и вот сюда, нам понадобится в минимальном варианте около 380 тысяч. А для того, чтобы сделать все по-нормальному, это где-то 650 тысяч. Так что пока мы о железной дороге забываем, нам надо хотя бы закончить второй год нашего бытия. Смотрим, как у нас опять забился элеватор. Опять некуда отвозить нам огромные тонны 150 урожая. И это может быть некоторой проблемой. Надеюсь, что сейчас все машины... А почему он какой тупой? По 4 тонны всего лишь. Давайте посмотрим, что у нас здесь установлено на автобазе. Можно, кстати, поставить 10%, чтобы когда закончится урожай, туда больше у нас не ездили. Ну, давайте пока ноль. Я думаю, что урожая нам хватит, ну, как минимум до весны. А может быть, даже до лета. А может быть, мы даже протянем до следующего сбора урожая. Хотя, мне кажется, вот эти 5 полей, этого очень-очень мало. Придется ставить еще одну ферму, один элеватор. И для того, чтобы все это у нас сделалось. И здесь открытое хранилище. Мы сюда выгружаем сталь. Пытаемся наполнить 30%, но у нас это не получится. Что ж, друзья, мы еще накопили с вами 26 тысяч. Отлично, у нас пошла, наконец-то заработала наша экономика. И я думаю, что здесь... Да, мы здесь забыли закупать уголь. Придется нам его вот так вот временно закупить. Два человека. Интересно, откуда они у нас дошли? Из какого дома дошли у нас рабочие, если... А, наверное, с какой-то из... Да, у нас с остановки дошли рабочие без проблем. Давайте тогда сделаем вот что. Чтобы рабочим было ходить удобно, а деньги у нас пока что есть, мы проведем пешеходные дорожки. Тут вот, правда, могут быть некоторые проблемы. Знаете что? Когда зимой у нас перестанут ездить автобусы, у нас здесь люди перестанут доходить, и у нас начнутся проблемы. Давайте посмотрим с этого дома, куда у нас могут подойти. Я думаю, сделаем следующим все-таки образом. 24 тысячи у нас есть. Чтобы не было у нас никаких нюансов, мы с вами все-таки проведем дополнительную дорожку. Вот так. И сразу построим из-за рубли. Тут копеечные дороги, получается. И, наверное, мы сразу же построим дорогу вот так. И сюда еще одну дорогу. Вот таким вот образом. Теперь, я думаю, у нас люди должны из нашего дома... Сюда и вот сюда. Люди из нашего дома теперь спокойно должны доставать до котельной. Давайте перепроверим. Итак, отсюда. Да, они теперь без проблем доходят до нашей котельной. То есть у нас в котельной всегда будет обслуживающий персонал. И вот как раз это у нас сейчас с автобусов приехали. Либо вот с этой остановки, либо вот с этой остановки у нас доехали. Теперь же у нас люди будут ходить вот из этого дома. И у нас надо сюда будет наполнить... А, все, они сами у нас наполняются. Пока что у нас здесь все в полном порядке. 85, а как у нас на бокситовом производстве, 79. Мы можем, знаете, какой секрет сделать? Мы можем взять немножечко людей из какого-нибудь вот маленького дома. Смотрите, вот здесь вот 60. И переселить их частично на бокситовое производство. Раз, два, уже забили все. И на это производство. Все тоже забили. Здесь еще остается 30 человек. Все, друзья, отлично. Итого запоминаем. Ну, грубо говоря, у нас по 97 человек в каждом из этих зданий. И они должны быть у нас, в принципе, счастливы. Должно быть у них все очень хорошо. Обратно у нас растет средняя продолжительность жизни. 50 взрослых. Очень много у нас взрослых детей. Им понадобится огромное количество жилья. Поэтому нам вот этот вот район сейчас придется переделывать. Тут, я думаю, очень скорпулезно придется вот эти все провода как-то вырубать. Я делал специально две отдельные ветки для того, чтобы у нас электропотребление было все-таки распределенным. Поэтому, ну, тут придется подумать. Это, как говорится, не для записи. Тут придется, может, сидеть минут 40, чтобы вот это все красиво обвести задней стороной и все-таки вот сюда обеспечить подачу электроэнергии. Кстати, здесь у нас котельная работает. Дом, смотрите, дом постепенно заселяется. И здоровье, которое вначале было вот здесь, оно у нас прибавляется уже к своему историческому максимуму. Смогут они взять одежду. Ну, спортом, да, у нас, смотрите, у нас холодно, 5 градусов, но у нас есть отличные бассейны здесь и отличный бассейн вот здесь. Так что даже, несмотря на то, что у нас закрыты из-за непогоды все футбольные и теннисные поля, у нас все равно люди счастливы, они занимаются спортом. И, смотрите, им даже немножко места не хватает в бассейне. Ну, что ж, нужно предварительно было записываться в бассейн. 179, 179. Да, у нас катастрофически, друзья, катастрофически не хватает жилья. Придется нам опять такую же фишку делать. Насильно переселять вот сюда людей. Так, главное, чтобы не заселить их прям очень много. 157, все. Сейчас у нас разгрузятся вот эти вот трутни, взрослые дети, плюс 21. Это очень легко решается эта проблема, я вам только что показал. Их нужно переселить в свободные дома, чтобы они там создавали свои новые семьи. Кстати, а вот эти домики, а эти домики у нас и даже сельские домики. Да, у нас все под завязку забито. Все люди счастливы и все хотят жить в Никодимовском социалистическом государстве. И у нас даже, смотрите, пошел прирост по топливу, интересно откуда. Вы, кстати, в комментариях написали, что устанавливать насос, они будут быстрее качать, больше будут наполнять вот эту вот бочку, следовательно, у нас здесь всегда будет нефть. То есть, не совсем так. Если у нас были бы длинные расстояния, которые не подключаются вот к этому баку, тогда бы да. Тогда насосы действительно были бы жизненно необходимы, иначе бы вы не смогли достать до бака. И они бы немножечко увеличили скорость заполнения. Так как у нас здесь малюсенькие расстояния, метров где-то по 50-60, то у нас что ставь насос, что не ставь насос, вот этот бак заполняется одинаково быстро. И сразу же он тратится вот на это нефтяное производство, которое у нас продолжает, друзья, расти. А смотрите, у нас люди повалили на нефтеперерабатывающий комбинат. Это, а дорогу? А дорогу что-то они... Гравий привезли. Укладка гравия. Строительные конторы назначены. Давайте посмотрим, что здесь не хватает. Смотрите, им якобы не хватает... Нет, асфальт тоже зелененький. Работники... А все, все зелененькое. Ну, просто, видимо, не дошла очередь вот до этой вот дороги. А почему здесь у нас не строится? Вот это, кстати, удивительно. Здесь только лишь нужны люди. Больше здесь не нужно ничего. Смотрим. Да, действительно, нужны работники. Башенный кран и автокран. Ну, можно, конечно, провести эксперимент. Давайте проведем. Вот эту автотехнику мы временно переведем куда-нибудь. Я ее мог бы продать, но я все-таки хочу ее вот так вот перевести, чтобы она нам в дальнейшем для чего-нибудь обязательно понадобится. А сюда тогда, друзья, на оставшуюся свободную ячейку, мы закупим... Ну, давайте, автокран или башенный кран. Все-таки, наверное, автокран нам придется закупить. Так, 60 км в час, 70 км в час, 7 тысяч рублей. За меня и 26, 25 человек. Так, 132. Ну, сложно сказать. Давайте, наверное, все-таки вот эту Прагу купим поменьше. 60 км в час. Она особо-то ездить никуда и не будет. Смотрите, какие красивые расцветочки. И нам новый какой-то электровоз доступен. Вот внизу появилось сообщение. Сейчас мы посмотрим. Ну, давайте вот так. Мне кажется, вот эта Прага очень-очень красивая. Все, закупаемся. И, в принципе, если она действительно... Вот куда она поехала? Она на углеобогатительную фабрику у нас поехала, которая у нас уже тоже вторую серию никак достроиться не может. Ну, хорошо. Тогда мы все-таки сталь-сталь-сталь. И у нас уже 55 тысяч рублей, друзья. Наши экономические меры, которые мы предприняли, дают о себе знать. Кстати, мы совсем забыли про этих бедолаг. Так, смотрите, 60. Я думаю, что у нас больных, да. У нас вот в этом доме все болеют, все умирают. Давайте посмотрим, как дела в больнице. Они еще, наверное, до больницы доехать не могут. Смотрим. Так, смотрите, 7 граждан не смогли попасть ко врачу. То есть они 100% умрут. Температура в здании слишком низкая. Так, давайте спасать наших людей. Потому что каждый человек в моем государстве для меня будет важен. Поэтому нам, наверное, сейчас придется поставить пока временный вот такой вот малый пункт. Сколько он стоит? 7 тысяч рублей. У нас 55. Или котельную. Нужно ли нам будет здесь котельная? Мы, в принципе, можем организовать вот здесь вот какой-то туристический центр, чтобы туристы быстро туда-сюда переезжали. Но у нас здесь никаких гор, никаких озер, никаких достопримечательностей. Следовательно, туристический центр здесь у нас будет. Я уже просто сразу думаю на несколько шагов вперед. Вот здесь у нас должен был быть прекрасный туристический центр на берегу вот этой красивейшей реки. Вот здесь было бы очень хорошо. Но это очень далеко от наших основных дел. Поэтому, да, пока на туризм забиваем. Ну что ж, нам придется тогда хотя бы временно даже выкручиваться вот таким вот малым тепловым пунктом. Давайте посмотрим, куда мы его... В идеале, конечно, бы его вот поставить вот сюда. Но здесь трубы мы не проведем, потому что вот эти все наши киш-миш мы не сможем пройти вот этими трубами. А под землей, к сожалению, почему-то в этой игре тепловые трубы не проводятся. Да, я знаю, что существует огромное количество модов. И мне уже писали, что существует мод на прокладку труб и даже проводов кабелей под землей. Но, как вы знаете, Никодим принципиально никогда не играет с модами, а старается играть в то, что задумали именно разработчики. Так, давайте посмотрим, где у него вход и выход. Вот у него выход. Ну, смотрим. Подключаться мы будем вот от этой котельной. Давайте начнем. Причем вот, смотрите, даже труба у нас пойдет вот так. Следовательно, если мы установим где-то вот здесь, то мы подключим с вами... А там еще какой-то объект. А, у нас тут пивбар еще работает. Так, это проблемно, друзья. Итак, устанавливаем. Дорогу временно проводим бесплатную. В одну из сторон. Можно, кстати, ее провести в обход и сюда. Либо просто тупо провести. Ага, тупо она не хочет. Ну что ж, готово. Дорога у нас подключена. Теперь самое сложное, друзья. Теперь нам нужно будет провести трубопровод. Посмотреть, как он у нас. 100. Ну, тут у нас нагрузочка маленькая. Поэтому я думаю, во, как хорошо. Смотрите, трубопровод проходит. И даже, вполне возможно, сейчас перейдет через дорогу. Так, а где у нас непосредственно сама котельная, которую нужно будет подвезти? Вот здесь вот у нее как раз нарисованы входы. Ну что ж, попробуем тогда по минимальному пути идти. Здесь у нас все равно ничего не будет. Здесь у нас лес и прочее. Давайте вот так делаем. Дальше проводим. И напоминаю, чем короче будет наша труба... Давайте сразу. Ага, не хочет. А здесь тоже не хочет. Чем короче будет наша труба, тем меньше потерь тепла в ней будет. Давайте попробуем. Все. Отлично. Ну что ж. И нам придется 55 тысяч, друзья, эти все потратить. Итак, 14 тысяч на трубопровод тратим. Готово. И устанавливаем здесь строительство 7 тысяч. Да, нам хватит денег. Нам сейчас главное спасти как можно быстрее наших людей. Все. Пошло. Отопление началось. Все. В домах тепло начинает, я думаю, расти. Проверяем. Да, температура постепенно... А, у нас холод. Мы как раз до морозов успели. Смотрите, друзья, как нам повезло. Мы успели до настоящего мороза. 21 градус. И поздравляю. Все. Теперь у нас здесь люди будут жить долго и счастливо. Жалко, что у нас успело умереть аж 100 человек вот здесь вот. Ну что ж, мы тогда восполним эти потери. Мы возьмем вот где-то здесь из городов. Вот эти 56 человек. И сюда переместим. Теперь уже они не будут ни умирать, ни переезжать. Они у нас будут работать теперь по полной программе. Проверяем. 97. Здесь 92. Кто-то что-то обиделся. А здесь у нас все прекрасно. 97. Чем люди здесь недовольны? Это детский садик. Им нужен и якобы бар. Ну, сядете в автобус и доедете. Ничего с вами не случится. Как у нас тут? Да, свободные места есть. Все есть. Работы навалом. Самое главное, чтобы вы добывали угля. Давали стране. Перерабатывали по максимуму. И наполнили полностью вот это малое хранилище сыпочек грузов. Что ж, друзья. Поздравляю. Мы с вами вышли в стабильный плюс. При том, что мы за рубли построили огромное количество объектов. Самое важное, что я считаю, мы сделали. Это обеспечили людей теплом. Чтобы у нас не было вот этой огромной статистики заболеваний. Давайте напоследок посмотрим грустную статистику больных. А все. Тут уже начали у нас выздоравливать. Скорые помощи больше уже практически никуда не ездят. Здесь у нас домик. Да, постепенно растет и растет. 23 безработных. Так, вопрос, почему 23 безработных? Давайте думать. Если я правильно помню, я уменьшал количество людей. Поэтому давайте мы немножечко вот так вот здесь увеличим. На химкомбинате у нас максимум стоит. Здесь, на ткацкой фабрике. А с тканью у нас проблемно. Давайте на ткацкой фабрике тогда увеличиваем тоже максимум. Они здесь... А, я понял. У нас они не могут выйти. Совсем глупенькие люди не могут выйти из-за того, что нет, друзья, дороже. Смотрите. Поэтому мы сначала сделаем вот что. Мы сначала сразу же создадим здесь всю необходимую инфраструктуру для будущего лета. А именно мы создадим самый дешевый стадион, футбольное поле. Ну и сюда еще нужно будет, наверное, установить какое-то развлекательное учреждение. Например, вот такие карусели. Да. Давайте посмотрим. Там они тоже стоят буквально копейки. Где-то в районе тысячи. Вот, сюрприз стоит у нас непонятно сколько. Тысячу. А этот стоит тоже тысячу пятьсот. Здесь дает три. Здесь два и восемь. Давайте карусель сюрприз вот сюда вот во двор установим. Ну, карусель нам все равно. Я думаю, по-любому придется вот так вот устанавливать. Здесь поле нам придется вот так вот построить за рубли. Все. Начинаем строить. Ну и теперь дорожки начинаем делать для того, чтобы люди могли отсюда выходить, ходить куда им нужно будет. Все, друзья, все дорожки мы подключили. Можно будет вот так, наверное, еще одну дорожку сделать. Смотрите, у нас пока что... Давайте проверим. Ага, закрыто из-за непогоды, закрыто из-за непогоды. Но это я сделал не для сейчас, потому что сейчас у нас минусовая температура и должен вот-вот у нас пойти снег. Кстати, интересно, но у нас снег почему-то не идет. Как у нас с элеватором? Элеватор заполнен полностью. На полях... Эх, на полях у нас еще огромный несобранный урожай, который нам предстоит собрать. Ну ладно, друзья, смотрите, здесь у нас у людей сейчас должно быть все нормально. Безработные у нас сейчас пойдут на работу. Кинотеатр, кстати, у них есть в шаговой доступности. Проверяем. Да. То есть к развлечениям у них здесь есть множество возможностей. Плюс еще на автобусную остановку. И сюда на автобусную остановку все они без проблем доходят. Как у нас со строительством? Гравий и асфальт. Кстати, почему-то до сих пор не привозят. И здесь. Странно, но у меня такое ощущение, что сюда у нас так никто и не приехал. Удивительно, друзья. А сколько здесь для достройки? 11 тысяч. Мы, кстати, можем построить эту автобазу. Здесь у нас кирпичи, доски и сталь. А теперь посмотрим, как нам здесь завозят урожай. Урожай не привезли. Вопрос, почему? Техника, связанная с заданием на этом маршруте. Смотрите, он из таможни, из Липецкой, забирает и везет на химический завод. Я думаю, знаете, в чем проблемы? Дело в том, что мы настроили, я все понял. Мы настроили только одну автобазу. Нам теперь нужно будет перенастроить вот эту вот другую автобазу. Немножко мы с вами прозевали, и начался у нас уже снег. Давайте попробуем добавить, да, попробуем добавить вот этот вот элеватор. И сделаем то же самое. Смотрите, на элеваторе он старается загрузить полностью весь урожай. Здесь, да, действительно, здесь он не будет брать больше урожай. Хорошо, что мы это вовремя заметили. Сюда тоже исключаем урожай. И дальше в те места, куда он должен будет его выгружать, например, вот на пищевой завод и на другие комбинаты, он будет перевозить вот этот вот урожай. Ну что ж, друзья, поехали. Все, теперь, во-первых, у нас здесь, осмотрим, да, 19 тонн, 14 тонн, здесь у нас аж 21 тонна. Ну, в принципе, не так уж и много. Жаль, конечно, это будет все потерять. Но будем надеяться, что урожай у нас... Смотрим, 15 тонн, но быстрее. Давайте, как-то нам нужно быстрее собрать. Проверяем 24 ноября, через сколько дней у нас пропадет урожай. Я бы на месте разработчика сделал, ну, например, сколько реально они могут валяться. Ну, там, 3, 4, ну, неделю, например, может валяться вот этот вот урожай на полях до того момента, пока он там... А смотрите, начинает уменьшаться. 13 тонн. Мне показалось, что сейчас цифра у нас здесь изменилась. Будем ждать, пока машинки... Ну, они здесь все у нас забили. Да, вот этот вот момент нужно было учесть, что у нас два комбината, автокомбината, забирают урожай. И заодно мы теперь сделали таким образом, что у нас здесь урожай, смотрите, постепенно уходит вообще в никуда. Кстати, по поводу баров, друзья. Мы же с вами отключили бары, поэтому давайте список техники, список зданий устанавливаем на паузы. И ищем, где у нас находится бар номер 3, бар номер 4. Здесь алкоголь, ого, закуплен. В третьем баре, давайте посмотрим. Итак, третий бар. Алкоголь пока что тоже есть, а во втором баре тоже алкоголь есть. Ну, не будем тогда ничего менять. А в первом баре, а в первом баре алкоголя тоже у нас навалом. Все, ладно, обойдутся как-нибудь. Нечего им тут зимой пить. Жалко, что они вот эту вот дорогу у нас сделать не успели. Так, машины, еще есть возможность для подключения двух снегоуборочных машин, но я не хочу тратить наши драгоценные деньги. Я лучше подумаю, что нам еще можно здесь улучшить и как быстрее увезти отсюда весь урожай. Очень-очень долго вот эти вот машины пытаются забрать из элеватора. Вот они только-только доперло, что нужно все отсюда забирать. Вот подъехали наши. Давай, вот эта машина должна первее заехать. Не получилось, друзья. Смотрите, он тоже поехал полностью загруженный. Так, первая загрузилась, вторая загрузилась. Здесь освободилось достаточное количество урожая. Вот эта машина сейчас должна полностью сбросить весь урожай. И это, кстати, огромный плюс, что она сейчас заберет у нас все, что осталось на полях. Смотрите, две, одна, две. Да, потеряли мы где-то в районе, ну, 30 максимум, 30 тонн. Не будем грустить. И у нас уже 65 тысяч, друзья, денег. Вот это да. Вот это мы с вами сделали крутую экономику. Что ж, теперь нам нужно будет позаботиться о том, чтобы, во-первых, у нас не болели наши люди. Смотрите, в 17 смертей смерти у нас уменьшились. И побега два. Скорее всего, это люди убегают у нас. Смотрите, нет, не убегают. Вот отсюда, отсюда немножко кто-то сбежал из-за детского сада или места в нем. А здесь у нас, а здесь у нас все-таки продолжают люди бежать, но при том, а на больничном. При том, что температура здесь у нас уже наиогромнейшая. Так, как у нас с бокситом? Ого, 400 тонн. А что, машина-то не телется? Слушайте, нам, наверное, нужно тогда... Давайте сделаем вот как. У нас есть много денег, 60 аж 5 тысяч. У нас есть здесь машины. И по топливу, как у нас... И у нас и даже топливо начинает прибавляться, друзья. Так, давайте тогда сделаем вот что. Нам сейчас тогда нужно будет срочно достроить вот эту вот автобазу. Смотрим, чего ей не хватает. Ей хватает всего. Автокран и работников ей не хватает. Что ж, давайте мы тогда... Наверное, на хранилище отсутствует сталь. Но это вряд ли относится к тому, что я думал. Здесь у нас механические детали 11 тонн. Пока что здесь все у нас есть. А сталь у нас заводится автомобилем по дешевке. Нам сейчас нужно вот что добиться. Чтобы ткани было много, чтобы сюда одежда у нас не прекращалась. Потому что мы ее тоже продаем. И продаем, между прочим, за неплохие деньги. Ну, у нас только месяц начался. Сейчас одежду продадим. Смотрите, на первом месте у нас электричество по доходности. На втором боксит и битум. Боксит. Потом топливо и еды совсем немножко мы продаем. Ну, пока у нас все идет вроде бы очень даже неплохо. Теперь по расходам. Смотрите, урожай я вообще не... Вот есть урожай тысячи. Но это вот то, что мы сейчас еще дополнительно поставим. Сейчас урожай у нас начнет потихоньку расти. Так, сталь. Вот у нас один раз закупили сталь по 5 тысяч. А так мы привозили... Вот давайте посмотрим, какую выгоду мы с вами выгодили. Итак, давайте. Закупка за рубли, единоразовая закупка, сталь. Вот так делаем. И смотрим. Цена за тонну 438. 6. Вот. Стоимость ресурсов где-то 100 рублей мы с вами. 438. А если мы закупаем на таможне ту же самую сталь, то на 40 рублей получается дешевле. Плюс доставка. Да, мы 100 рублей с каждой тонны экономим. Ну, неплохо. Хотя, конечно, это копейки. Но, в принципе, этого будет достаточно для того, чтобы продолжать прибавлять деньги в нашем социалистическом государстве. И, наконец-то, да, наконец-то у нас урожай начали вот здесь вот увозить. Следовательно, да, увезли все с полей. Ну, потеряли мы совсем капельку. Ничего страшного. Я думаю, ну, не больше 25-30 тонн мы потеряли с вами. И то, если при условии, что они правда гниют, как я предположил. Ну, смотрите. Теперь нам нужно рассчитать таким образом, чтобы вот хотя бы за зиму у нас не ушел весь урожай в ноль. Нам нужно будет подкопить, ну, тысячи, конечно, чем больше, тем лучше. Но я по плану планирую где-то 1150 подкопить для того, чтобы в следующей серии уже заниматься у нас, друзья, стали литейным производством, которое из нашего государства высасывает максимальное количество денег. Посмотрите, он всегда на первом месте. И это при том, что всего лишь одна машина привезла. Сейчас, как только привезет вторая машина, а, похоже, вот она как раз начала и загружаться у нас, то у нас будут большущие проблемы. А если мы построим сталелитейное производство, мы все проблемы решим. Как у нас, кстати, с обучением, друзья? Так, 25. И посмотрим, что у нас насчет безработных. Да, давайте тогда сделаем вот что. Увеличиваем количество преподавателей. Дело в том, что без разницы, какое образование имеют ваши дети, они могут иметь и высшее образование, и могут работать спокойно вот на какой-нибудь каменоломне. Конечно, в первую очередь они будут искать такие объекты, как школы, например, детские сады, университеты и там, где требуется высшее образование. Но если там работы нет, вы не думайте, что они будут сидеть дома и плакать. Они на самом деле, все эти дети, они пойдут работать на станки и на заводы. Я уже проводил эксперимент, оно так действительно и есть. Поэтому мы даже можем еще немножко увеличить количество преподавательского состава, чтобы в нашем государстве все имели высшее образование. Как у нас насчет 179? Это плохо. 179. Да, у нас сейчас опять начнет расти уже выросло количество взрослых детей 21+. То есть сейчас нам нужно сделать все возможное. А вот жалко, что нет приоритета. Может быть, вот это имеет в виду приоритет, чтобы всех рабочих перенаправить именно на панельный многоквартирный дом. Потому что у нас сейчас, во-первых, эти люди просто так живут с мамой и с папой, не рожают детей. Вполне возможно, ну хотя нет, они работают, но они просто не рожают нам новых детей. А нам надо, чтобы у нас в государстве прибавлялось количество детей. Смотрите, побеги у нас прекратились, смерти у нас прекратились. Больница, в принципе, получается, да, больше не нужна. Тут один ребенок заболел и один взрослый заболел. Все остальные пришли на плановый осмотр горлышко посмотреть. Ну и нефтепереработающий комбинат у нас пошел работать с такой значительной, я бы даже сказал, прибылью. Пока все в государстве в нашем идет очень хорошо, кроме тех моментов, что вот почему-то не приезжают достраивать среднюю автобазу. Смотрите, тут только лишь люди остались. А сколько это в деньгах? 11 тысяч. Давайте сейчас подумаем, подождем немножко. 11 тысяч. Здесь урожай. Да нет, все в порядке. А здесь сколько нам понадобится? 125 тысяч. Это мы, конечно, с вами сделать не можем. И даже если мы это с вами сделаем, то никакого смысла в этом не будет. Ну да, они у нас переработают вот эту железную руду, набьют вот здесь вот там совсем немного, что-то в районе 50 тонн внутреннее хранилище, и все, и опять встанут. Поэтому давайте открываем, продолжить строительство сталелитейного завода. Пусть хотя бы по чуть-чуть, понемножку привозят гравий, бетон, который должны мы сейчас перепроверить. Итак, проверяем. Бетон рабочий, асфальт рабочий. В доме 96. Один человек все-таки умер, но со здоровьем и со счастьем у нас вообще нет никаких проблем. С развлечениями есть несколько проблем, но они у нас, вот эти люди, уезжают в город веселиться. Смотрите, мы уже практически достроили углеобогатительную фабрику. Осталось прям совсем чуть-чуть. Осталось только стали привезти. Две машины, и у нас закончится углеобогатительная фабрика. Мы ее, наконец-то, надеюсь, сделаем. Электроэнергия у нас в порядке. Уголь. Уголь, в принципе, тоже нормально. А в доме, в доме, ну, в основном все в порядке. Вот здесь у нас люди начинают убегать. Причем нет, именно не убегать, а умирать. Я думал сначала, что если люди недовольны, например, в этом доме, они спокойно переедут жить в город. Но вы мне в комментариях написали, что люди не такие умные в этой игре. Они не могут самостоятельно принять решение о переезде в другой дом. Да им никто и не разрешит социалистическому государству менять место жительства. Поэтому здесь люди могут уменьшаться только по двум причинам. Первая причина. Это если они будут сбегать, но они у нас не сбегают. У нас счастливая жизнь в нашем государстве. И второе, они могут только лишь умирать. Вполне возможно, что здесь были какие-то старики, которые у нас вот в конце концов умерли. А боксита у нас все больше и больше, друзья. Нам нужно же с этим что-то прям вот быстро делать. Ну что ж, давайте. 11 тысяч не такие уж и большие деньги. Нам придется их потратить. Иначе я так чувствую, здесь мы застрянем на долгие годы. Мы эту среднюю автобазу сделаем только для того, чтобы денег подзаработать. А именно, покупаем в первую очередь самосвалы и назначаем непосредственно здание. Первое здание назначаем вот это. Вот это. Второе здание назначаем вот эту вот таможню. Теперь на паузу нажимаем, проверяем все внимательно, друзья. Итак, на автостанции нам нужно будет загрузить боксит. А на Большой Липецкой таможне нам нужно будет этот боксит выгрузить. Все. Отправляем три наших машины. Сейчас я когда спущу с паузы, они у нас сразу мгновенно должны поехать. И все они должны поехать за бокситом. Раз поехал, два поехал. Сейчас следующий у нас должен отправиться. Потому что у нас боксита, там огромная гора. Так, и посмотрим режимы, которые мы установили. Здесь у нас 0%, здесь... А здесь нету процентов. Поэтому все машины разъехались. Это первое. Второе. Я бы даже, наверное, еще купил бы парочку машин. Они очень быстро окупятся. Вот смотрите, эти самосвалы стоят по 7 тысяч. Давайте еще раз. Два. А что у нас? А, у нас деньги закончились. Я слишком расточительно... Вот, сразу же уехал. Я слишком начал быстро нажимать закупку машин. Ну, все, друзья. Считаю, что с этим вопросом мы с вами полностью утрясли. Боксита здесь нормально. Боксит сейчас у нас весь... Мгновенно загружается вот на этой автозагрузочной автомобильной станции, Которой мы можем подключить еще несколько штук. Вот у нас есть дополнительный выход. Все, смотрите, целая колонна грузовиков. А ты что у нас везешь? Стой. Он у нас поехал за малюсеньким количеством электроники. Зря только он проезжает. Нам, наверное, друзья, знаете, что нужно? Нам нужно будет отказываться от электроники. Ты пополни хотя бы, да. Нам нужно будет отказываться от электроники и строить свой собственный электронный комбинат. Поэтому давайте сразу же заранее все спланируем. Смотрите, сборочный цех электроники стоит всего лишь 45 тысяч рублей. Мы с вами только что потратили 65 за одну секунду. Поэтому, я думаю, 45 у нас наберется мгновенно. К тому же, смотрите, бокситовые грузовики пошли по всей трассе, И они уже подходят к нашей таможне. Это победа социалистического общества над капитализмом. Экономика должна быть экономной. Мы в этой серии полностью спланировали правильные энергозатраты. Полностью спланировали, куда нам сделать основной упор, дополнительный упор. У нас практически не было потерь, если не считать вот всяких мелочей. У нас есть урожай как минимум до весны, а если повезет еще и до лета. И мы сейчас начнем с вами прибавлять огромное количество денег по тысяче за каждую, по 700 за каждую машину. Так что у нас сейчас это все должно прибавиться. Кстати, по поводу урожая и по поводу его отсутствия, вернее, вот на этих вот пищевых заводах и всех остальных. А нет, привезли. Наконец-то начали тут все привозить. Мы можем дополнительно вот этот вот завод, вот эту вот автоферму, еще назначить на перевозку урожая. Но у нас и так двое уже назначены. Я думаю, этого вполне будет достаточно для того, чтобы перевезти. Давайте все-таки рискнем. Смотрите, ткань у нас есть, а урожай нам, наверное... Вот давайте посмотрим, кто-нибудь хоть занимается здесь. Смотрите, техника, направляющаяся к этому зданию. Везет. Пока что эта ткань хочет забрать. Дальше следующее. Вот, она взяла с элеватора. Да, друзья. Поэтому давайте. Мы отсюда тогда убираем теперь опять урожай. И закупать мы его не будем. Теперь мы полностью на всех заводах... Ну, почти полностью. Я не хочу рисковать пищевым заводом. Мы полностью на всех заводах отказались от закупки урожая. Его доля теперь в закупках стала минимальной. Смотрим. 3000. Пока что все еще очень много. И вот проблема лишь только со сталью. Сталь мы, наверное... Вот, закупаем сталь. Да, деньги начинают резко уменьшаться. Закупили сталь всего лишь на 5300. Ну что ж, друзья. У нас уже наступил Новый год. 11 января. Все в нашем государстве идет очень неплохо. Я, наверное, пропущу часть. Доиграю до весны. Возможно, я и доиграю до того момента, пока у нас не достроится железообогатительная фабрика. И начнет... Да, начинает уже строиться стали-литейный комбинат. Потому что, так как мы строим многое за ресурсы, все идет очень-очень у нас медленно, друзья. Поэтому я думаю, что в лучшем случае к весне или даже к лету у нас построится вот этот вот комбинат. И мы тогда сможем отказаться полностью от стали. Все, я принял решение. Значит, в следующей серии, друзья, мы с вами обязательно должны построить вот этот вот сборочный цех электроники. Здесь нужны только механические детали, электродетали и пластик. Следовательно, завод электродеталей нам нужен будет пластик и сталь. Это проблемы. Завод пластмасс 34. И вот это очень дорогое. То есть мы реально можем построить только сборочный цех электроники и завод пластмасс. Потому что здесь и химиката у нас есть, и нефть у нас есть, и электроэнергия у нас с навалом. И стоит это очень дешево по 35. У нас уже такие деньги есть. А дальше сборочный цех электроники, который, кстати, потребует пластика. Ну и так постепенно, постепенно будем развиваться, сразу же вкладывая полученные деньги в дальнейшее государство. Смотрите, как-то у нас все очень медленно идет. Давайте проверим потребности людей. О, вообще идеально. Здесь люди у нас не требуют просто ничего. И у нас, ну, 4 человека каких-то глупеньких сбежало. Они испугались временных трудностей. А дальше, да, количество рождений у нас значительно превышает количество смертей. И вот 175, как раз у нас будет дом 179. Все вот эти взрослые дети переселятся вот сюда жить. Давайте посмотрим. 15 тысяч. И здесь у нас уже бетон, и гравий привезли. Сталь. Ну, давайте хотя бы дойдем, вот пройдем вот этот вот этап. И когда у нас будет 7 тонн стали, мы тогда их просто быстро закупим. Там будет что-то в районе, наверное, 5000. Ну что ж, друзья, у нас закончился первый месяц нашего нового года. Первый февраля. И давайте посмотрим, какие у нас основные статьи расхода. Первые, конечно же, электричество, мясо, еда, уголь, алкоголь и немножечко урожая. Окей, у нас основные статьи дохода. Это идет электричество, битум, видимо, как раз машина у нас подъехала. Сейчас посмотрим. Можно посмотреть, что у нас было в прошлом месяце. Основные доходы нам дало электричество, битум и боксит. А также мы неплохо продали еще и одежду и ткань. Да, это наши основные статьи доходов. А основные статьи расхода за прошлый месяц, самое главное, мы два раза закупали сталь. Кстати, не так уж и много. Дальше мы закупали электричество. Давайте посмотрим, может быть, мы как-то сможем сократить затраты электричества. Сначала перепроверим, сколько людей работает. Нет, я бы, наверное, не стал сокращать, особенно зимой. А летом нам обязательно нужно будет... Ну, смотрим, сколько здесь у нас, 20%. И здесь уже еле-еле хватает напряжения. Не будем пока трогать до тех пор, пока у нас здесь не обеспечится постоянная работа нашей тепловой электростанции. Дальше давайте смотреть. В прошлом месяце по расходам мы основные статьи электричества, урожай и еда и мясо. С этим мы будем, друзья, разбираться в следующей серии. А на сегодня все. Мы сделали очень много. Мы наконец-то сделали экономику самодостаточной. При том, что мы построили огромное количество социальных объектов. Мы не забыли про наших людей, мы их обеспечили. Смотрите, даже никто не хочет убегать. Я даже думаю, что у нас и продуктивность прибавляется, и продолжительность жизни прибавляется. И больных в нашем государстве практически не осталось. То есть у нас даже перестали убегать, друзья. Кто-то немножко заболел. Видимо, где-то я не доглядел. Нужно будет сейчас внимательно смотреть, в каких из домов. Вот здесь, я предполагаю. Нет, здесь тоже у нас все обогревается без проблем. Здесь пошел новый снег. По здоровью. Вот, смотри, два граждана не смогли обратиться на прием к врачу. А здесь четыре граждана не смогли обратиться на прием к врачу. Ну и здесь, наверное, аж восемь граждан. А вот это вот действительно странно. Посмотрим, почему. На остановке место есть. Должны были они уехать. И мы с вами практически закончили строительство углеобогатительной фабрики. Нужно будет обязательно здесь сделать какой-нибудь временный склад. А также мы подходим... Ну, не совсем еще. Нужно будет очень много стали. 39 тонн. А сталь мы постепенно привозим. Давайте посмотрим, как у нас здесь с кирпичами, с древесиной сталь у нас постепенно закупается. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Наша экономика оказалась экономной. Мы с вами справились со всеми проблемами. Построили все необходимое. И в следующей серии, я думаю, мы будем заниматься металлургическим производством. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. И пишите ваши комментарии и советы, которые я постараюсь применить. Правда, не забывайте, что денег у нас ограниченное количество. Но надеюсь, что у нас деньги теперь будут расти. Пока, друзья. Встретимся в следующей серии.